Всем привет, друзья, с вами Ляр, и мы продолжаем играть в Fallout, в самый первый Fallout. Я тут, в общем, остановился на том месте, что пришёл в этот в чат собор, встретил людей в различных лясах, в фиолетовых и в обычных, но они не хотят со мной разговаривать, какие-то они недружелюбные. Эти вообще меня посылают куда-то изоляться на меня, а другие просто несут чушь и говорят про своего бога. Так вот, я тут подумал, давайте-ка пройдём задание, которое нам дало Братство Стали. Оно вроде бы здесь, вот, в статусе Братство, стать посвящённым. А чтобы стать посвящённым, нам нужно вроде бы посетить свечение, как-то так называлось это место. Нам нужно найти свечение и... и посетить его, в общем. Я не знаю, что это за место, поэтому берём пистолет, естественно, и идём туда. Идём в свечение. Точнее, пытаемся его найти. Где находится это место на карте, я, естественно, не знаю, но наш главный герой должен прийти. Просто нажимаешь кнопочку и идёшь. Эм. Мы почему-то задержались тут, может быть, оно тут находится. Берег. И что же на этом берегу? На этом берегу ничего нет, абсолютно ничего. А, я понимаю, зачем это сделано. Это как бы такой сейв, что даётся возможность засейвиться, если ты будешь драться с боссом каким-нибудь или с кучей монстров. Это как бы такой сейв. Даётся возможность засейвиться перед какими-нибудь сражениями с боссами или чем-нибудь ещё. Но ты идти-то будешь, ё-моё. Почему ты встала на месте? Так, свечение находится здесь. Здесь... О, как оно далеко. Я думал, оно где-то здесь будет. Офигеть, как оно далеко. Тут ведь тоже вроде город, поэтому я и думал, что где-то оно здесь будет. Оно оказывается вообще в каких-то горах, и там ещё какие-то... Вулканические пустоши. И на меня кто-то напал. Так, обычные поросята. Обычные поросята, короче. На, умирай. И ты... Так, умирай, короче. А то такой прилёг отдыхать. Раз. Два. Да как ты промазала-то? Как ты могла промазать? На тебе. Получай. Вот ведь проклятые свиньи. Блин, патроны кончились. Так, ну у меня есть другая оружка. У меня есть другая оружка, не переживайте, более сильная. Так, ладно. С этими покончено. Идём дальше. Мы получили 195 очков опыта. За сокрушительную победу. Ну всё, идём сюда. Так, свечение. Заходим. Кратер. Ого! Ни хрена себе какой кратер. Вы получаете большую дозу радиации. То есть, типа, от атомного взрыва тут кратер такой образовался. Патрончики надо поменять. Надо поменять патрончики. Чтобы заранее быть готовым, это, ко встрече со всякими монстрами. Я получаю дозу радиации от того, что просто нахожусь с этим местом. Лошина. Какая-то лошина. Вы видите труп? Лошина. Я получаю огромную дозу радиации. Так, нужно как-то... Блин, получается, надо спускаться в этот кратер. Просто так ведь не спустишься. Что для этого нужно? Нужна верёвка. У меня же вроде была. Была же у меня где-то. А, вот она. Вот и наша верёвка. Давай, применяем. И куда? Куда? Куда же её можем применить? Она не хочет делаться. Эй, как спуститься? Почему верёвка не вяжется? А, нет, вроде бы использовали её. Да, мы теперь можем спуститься. Хорошо. Так. И... О, тут ещё один кратер. Видимо, это был очень мощный ядерный взрыв, который даже пробил потолок убежища. Вот это ядерный взрыв. Так, тут какие-то комнаты, в которых, скорее всего, ничего нет. Давайте-ка... Давайте-ка сохранимся лучше. А то фиг знает, что нас тут может ожидать. Да, сохранимся на семёрке. Фиг знает, что нас может ожидать в этой комнате. Так, в ней ничего. Но смотрите, здесь какая-то огромная броня. Кажется, это силовая броня из Братства Стали. Просто очень похожа на неё. Видимо, Братства Стали уже посылало кого-то до меня в это место. И он не выжил. Он не выжил и умер. Возможно, кто-то его убил. Кажется, трупы лежат здесь довольно давно. Да. Они, походу, все превратились в пыль. Возможно, от радиации. Возможно, от того, что... Сюда упала... Бомба. Так, а я могу сюда пройти? Или проход где? А, проход тут за стенкой. Проход тут за стенкой. Надо проверить каждый из этих трупов. Просто фиг знает... О, вот это полезная вещь. Антирадин, очень полезная вещь. Надо проверить каждый из этих трупов, просто... Фиг знает, что в них может быть. Вот, например, здесь я нашёл антирадин. Вот ящики тоже полезные. Надо каждый из них проверить. Но, блин, этот пустой. Ну в этом наверняка что-то должно быть Стимулятор Как раз Как раз для меня Так, вот это лифт Я вижу тут лифт Давайте-ка зайдем Так, возможно Если мы пройдем вот так И откроем эту дверь, мы получим эту броню Мы сможем надеть эту силовую броню Это же вообще классно будет О, это что? А, это вроде бы патроны, да-да-да, 0, 2, 2, 3 Которые для винтовочки Патроны для винтовочки Но самой-то винтовки у меня нет Поэтому О, это вроде бы Радикс И еще Антирадин Еще Антирадин Так Тут очень много лута, честно говоря Поэтому надо все проверять Надо проверять все из этого Так, ну вот здесь вроде бы ничего нет Вот здесь ничего нет в этой комнате В этой тоже, скорее всего, ничего не будет Потому что тут нет ни ящиков, ни трупов Но мы все равно ее откроем Ибо вещи могут лежать где-нибудь вот здесь вот За углами Которые мы не видим Которые как бы не показаны Ну-ка Нет, ничего нет Надеюсь, тут-то не надо будет привязывать веревку Ибо второй-то веревки у меня уже нет Второй-то веревки у меня попросту уже нет Так Тут тоже пусто А вот здесь Вот здесь вот я вижу ящики И там что-то должно быть Давайте попробуем открыть Тверь приварила Вы не можете ее открыть Эй, так нечестно Блин, ремонт Это не то Надо не ремонт, а это Взлом Вы не можете это открыть А с помощью А с помощью этого Давай стреляй Не-не-не Не то А с помощью отмычки Я могу это Открыть Интересно Хотя вряд ли это же Просто отмычка Отмычка действует на замок А на приваренную дверь Это никак уже не действует Это ничего не даст Фигово Блин Ну там смотрите Там ящики Еще что-то Надо же как-то это открыть Ладно Фиг с ним Открыть Ой Вы получили ранение И потерялишее здоровье Тут наверное растяжка Какая-то стояла Возможно От подобного взрыва И погиб Этот Носитель брони Так У него есть какая-то Что это? Что это такое? Выглядит странно Может быть братство И послало вас Именно за этим Значит берем А это что? Видите Желтый пропуск Пропуск Значит это нам тоже нужно Так В трупах О! Что это? Штурмовая винтовка Тоже берем А что будет у этого? О! Это вроде 14-миллиметровый Да 14-миллиметровый Но у меня нет патронов для него Так Давайте значит Отмычки Отмычки убираем И попробуем Вот эту винтовочку 5-миллиметровые Но у меня нет 5-миллиметровых У меня нет 5-миллиметровых патронов А эти я так понимаю Для него не подходят Да? Эти видимо не подходят Но мы если что Разрядим всю свою обойму Во врагов Которые тут будут По крайней мере Постараемся это сделать Так А что дает нам этот пропуск? Или вот это что такое? Что-что-что? Вы получаете 100 единиц опыта? А за что я получил опыт-то? За что я получил опыт? Пип-бой Файл найден В системе Загрузка отменена Пип-бой Файл найден В системе Загрузка отменена А это что такое? А с этим Взаимодействовать Походу никак нельзя Погодите Погодите Как это использовать? Стойте Давайте сохранимся Надо сохраняться Тут как можно чаще А то фиг знает Что с тобой произойдет Так, нет, стоп Давайте-ка на восьмерку Пускай это будет На нашей восьмерке Так, готово Это у нас будет на восьмере Компьютер какой-то Электропитание Основное питание Отключено Резервное питание Включено Управление Энергоснабжением Видимо тут нужно будет Питание включать Так, основной Испыточник питания Отключено Перезапуск Так, питание Ошибка 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 Перезапуска Видимо Включать его нельзя А аварийный А, он уже включен Он уже включен Выход Выход И как это использовать тогда? Это ничего не дает А Вот это Желтое Это пропуск Может быть с этим пропуском Мы сможем Питание Это включить Может быть с его помощью Нет, это тоже ничего не дает Так, что тут в питбое? Статус Древняя запись Братства О, как много читать Как много читать Капитан Максон был прав Это место смерти Я пишу это, чтобы если мы не сможем вернуться, кто-нибудь однажды смог узнать, что на самом деле произошло с нами Мы прорвались к западному исследовательскому комплексу после 20 дней в аду Но это было еще легко Уровень радиации взлетел, как только мы увидели гигантский кратер Мы проверили наши запасы и подсчитали, что с нашей броней и антирадинами мы можем провести здесь как минимум один день Мы чувствовали, что это был расчетный риск, но технологии, которые мы могли бы достать, мы могли бы извлечь, стоили того Мы спустились вниз по кратеру, на первый уровень И все, казалось, шло согласно плану Электричество было отключено как Так, что нам не пришлось обходить систему защиты Точнее, мы так думали На этом уровне не было ничего ценного Так, что мы пошли дальше На втором уровне мы застали такую же картину Когда Иенсен спустился на третий уровень, началось светопредставление Датчики безопасности были сожжены на первых двух уровнях Но не на третьем Но не на третьем Иенсена порезала на кусочки раньше, чем он понял, что случилось Мы никогда не видели, чтобы оружие так легко пробивало силовую броню Вокруг стали падать люди Выжившие растерялись Я попробовал отдать приказ о перегруппировке Но только Сотто и Камалилло Смогли выбраться вместе со мной сюда На первый уровень Тот факт, что я мог чуять запах горелой плоти Когда Сотто оторвало руку Означает, что моя броня Начинает пропускать воздух Так что я получил куда Больше Рентген Чем собирался Я с пугающей быстротой теряю жидкость Нам нужно оказаться достаточно далеко от этого места Прежде чем моя броня откажет Камалилло, казалось, был вполне в порядке Был вполне в порядке физически Но час назад он ушел куда-то Бормоча себе под нос что-то про Гиенну У него весь запас антиродина Таким образом Остались я и Сотто Мы не сможем уйти отсюда достаточно далеко без антиродинов Так что я должен попробовать найти Камалилло Прежде чем будет слишком поздно Сержант Д. Ален ВС США Так, это вот уже интересно становится Я начинаю понимать, что все эти трупы Возможно все эти трупы были Сожжены или порублены на куски кем-то Кто живет там Снизу Становится все интереснее и интереснее Я так понимаю, и сейчас мне нужно будет спускаться туда Сейчас мне нужно спускаться именно сюда Ну что ж, давайте Второй этаж Да что происходит Кто ставит мне ловушки Вы видите ржавую, но прочную дверь Ты открываешься? Сильный разряд Носит вам 2 единицы урона А если с пропуском? Господи Это видимо из-за пропуска Без пропуска сюда не войдешь Ты получаешь урон Пока у тебя нет пропуска Прекрасно Прекрасно Я потратил где-то 10 или с чем-то хп Так, теперь же спускаемся на второй уровень Второй уровень И главное написано Варнинг Варнинг Так, вот досюда уже взрыв почти что не достал Почти что не дошел Это кто? Какие-то пылесосы Хотя нет, я понял кто это Это же те самые роботы с мозгами Да Я кажется начинаю все понимать Это те самые роботы с мозгами Возможно это и есть охранники этого места И они Почикали всех людей Возможно они и почикали всех людей Ну-ка, что скажет нам компьютер? Электропитание Управление снабжением Так Отключен Перезапуск Ошибка, ошибка, ошибка Назад Назад Видимо нам сейчас придется сражаться с этими роботами Так, вот это вот что? Труп горожанина Ничего в этом трупе нет Ничего в этом трупе достопримечательного нет Ой, я так понимаю нам нужно будет Сторжевой робот Сторжевой робот Ну я таки говорил, что тут будет куча роботов Нам видимо нужно будет драться с ними Так, как с ними драться-то? Думаю придется использовать вот этот лаз-пистолет Наверное придется использовать его Или вот этот 6-6, не-не-не Лаз-пистолетом будем Думаю он будет против них эффективен Так, конечно же сохраняемся Конечно же сохраняемся Так, да, слот уже занят, перезаписать И начинаем Посмотрим Хотя я надеюсь нам не придется с ними драться Я по крайней мере надеюсь Хотя нет, они обозначаются Как враги Значит Они по-любому живые Это не трупы То есть Это вот не такие вот Трупы сожженные Которые можно лутать Это вполне живые Создания Тем более Когда к ним подходишь С ними можно говорить Ой Тяжело будет Открываем дверь Но они стоят Они ничего не делают Стоят Ничего не делают Возможно Они ждут Пока я зайду вот сюда Чтобы уничтожить меня Так Кого из них атаковать-то? Этого я не вижу Минус 20 С 8 попадания Или мне просто Оружку получше взять Может быть мне Более дальнобойную Оружку взять Например Винтовку Например Винтовку С винтовкой Я могу по ним попасть? 62% Этого не могу Прекрасно Я попадаю Промах Можно очередью Можно По одной Можно очередью Можно по одной Одиночный Одиночный Так Не хватает очков действия Меня немного Напрягает То что Роботы Никуда не двигаются Промах Давайте ближе подойдем Вот сюда Встанем Бой не может закончиться Если рядом есть Враждебные существа Ну так Они не ходят Они все равно Ничего не делают Я не вижу Этой цели А как так? Почему я ее не вижу? Почему я ее не вижу? Блин Как же долго В них стрелять? Не хватает очков У меня Патроны то еще остаются Да 10 Могу ли я Эти патроны От винтовки Зарядить в эти Вроде бы не могу Мне это Совершенно другие Патроны Для этой винтовки Требуются Другие патроны Дважды промах Блин Дважды промах Блин Как же долго Роботов убивать Удар наносит Сильный урон В структуре робота Стражевой робот Умирает Хорошо Это уже что-то Давайте ближе подойдем Вот в этого Так Очков не хватает Очков действия не хватает Попадание А нет промах Опять промах Офигеть Все Закончились боеприпасы Так Боеприпасы Закончились Давайте-ка Из этого Постреляем Мы можем 6 выстрелов Все позволить Робот Получает ранение Телет здоровья 4 Промах Ну в этого давайте Промах Как так-то В упор Промах Тут всего 3 метра Всего лишь 3 метра На расстоянии 3 метра Просто невозможно Промазать Ну если конечно Ты не женщина И у тебя рука Не трясется А так промазать Невозможно Ну берем Игл Больше Не с чего Стрелять В упор Подходить к ним Я боюсь Ибо Они меня Убить могут Да А из игла Она вообще Это Не попадает Чего Стражевой робот Получает критическое ранение Теряет здоровье 45 Робот Вздрагивает От сильнейшего удара Офигеть Промах Да блин Ты бы попадала Встань ближе Бои припасы закончились Так Ход О Он встал Он встал Прекрасно Да блин Сплошные промахи Да что Да как Меня сейчас Это Взбесит И я буду Делать Вот так Я буду Делать Вот так Вот Из дробовика Не хватает Очков Офигеть Их еще Из дробовика Фиг убьешь Но ничего Мы это Сделаем Стражевой Робот Умирает Прекрасно Прекрасно Что умирает Не хватает Очков Действия Они почему-то Не нападают На меня Возможно Они нападут Если я Открою Эту дверь И это Точно Будет Ловушка Поэтому Лучше Их Заранее Расстреливать Лучше Их Заранее Расстреливать Блин У меня Еще Главное Несколько Видов Патронов От Магнума Это Тоже Бесит Точнее Не бесит А напрягает Потому что Это Дополнительный Груз Вес Давайте Вот сюда Встанем Промах Серьезно Опять Промах Прекрасно В упор Из дробовика Который В разные Стороны Стреляет Скажем так По большой Области Промах Ну как так Можно Ну как так Можно Промах Промах Сторожевой Робот Получает Ранение Можно Я его Буду Чем-нибудь Другим Ужубить В него Фиг Попадешь Сейчас Ты будешь В упор В него Попадать Удар Наносит Сильный Урон Структуре Робота Промах Прекрасно Прекрасно Промах Даже На таком Расстоянии Она Не умеет Стрелять Себе Под ноги Офигеть Не хватает Очков Действия Она Не умеет Стрелять Все под ноги Ну Ты убиваешь Его Нет Или В рукопашку С ним Драться Будем Боеприпасы Боеприпасы Закончились Еще Боеприпасы Боеприпасы Закончились Офигеть Я так Все боеприпасы Растрачу Хотя Чего Переживать У меня Их Очень Много У меня У меня Их Очень Очень Много Когда же Эти роботы Умрут Прикол в том Что это Мертвые Роботы А на Третьем Этаже Мне нужно Будет С живыми Драться Это просто Очевидно Это просто Очевидно Еще Убить Тих Не могу Главное Еще Не могу Их Убить Ты Их Фиг Убьешь Может Вообще В упор К ним Подойти Сколько У него Жизни Ё-моё Он Выглядит При смерти Он Выглядит При смерти Так Ремонт Взлом Давай его Взломаем Нельзя Это Делать При смерти Он Выглядит Его Фиг Добьешь Боеприпасы Еще Кончаются Офигеть Их Фиг Добьешь Видимо На них Я буду Гранаты Использовать С теми Которые Еще Наверху Будут Я буду Использовать Гранаты Промах В упор Промах Офигеть Офигеть Наконец-то Он умер И что у него есть Ничего Прекрасно Прекрасно У него ничего нет А у этого что есть Винтовка У робота Есть винтовка Интересно Что тут есть Ничего Короче У роботов Есть винтовки У роботов Есть винтовки Давайте Просто в упор Подойдем С этой винтовки И постреляем Всей очередью Так Тереть 231 очко Робот Вздрагивает От сильнейшего Удара Робот Умирает Прекрасно Теперь К этому Так же Чуть Поближе Подаем Попытка Совершить Боевой Майор Это кто Говорит Робот Так Стражевой Робот Умирает Хорошо Надо Все Этих Лоботов Облутать Так Еще Одна А Максимальный Вес У меня Уже Максимальный Вес И Поэтому Я не могу Нести Давайте Вот это Съедим Съедим Вот это Все остальное Выкидываем Все остальное Что нам не нужно Выкидываем Вот это Вот явно Нам не нужно Потому что В нем Патронов Не осталось Погодите Да Не осталось Ведь Да В этих двух Нет патронов Значит Их можно Выкидывать Смело Погодите Смело Выкидывать Смело Выкидывать Это тоже Можно Выкидывать В нем Патронов Уже Нет Да Так Ты нам Еще Нужен Это примем. Это мы принимаем. Так, погоди. Это перезаряжаем. Давайте одну колу выпьем. Я тут это была, поэтому дай её мне. Она ещё может стрелять вроде бы. В ней должны быть патрончики. Поэтому я её беру себе. Она хорошо убивает роботов. И сохраняемся на этом моменте. И сохраняемся на этом моменте. Так, дверька открывается. Хорошо. Что нас ждёт в этих ящиках? Наверное, что-то ценное. О! Ракеты? Это вроде... Примерно как те ракеты, только какие-то другие. Гранаты. Ну, сейчас гранаты я буду использовать. Сейчас, когда встречу роботов, я буду использовать гранаты. Так, а здесь что? И, ну, фиговая броня. Она мне точно не нужна. Фиговая броня мне точно не нужна. Идём дальше. Идём дальше и смотрим, что ещё здесь есть. Так, это вот лифт. Так, здесь, эм... Тела лежат. Лежат тела. Ещё тела. Ладно, просто идём. Просто идём. А потом нам нужно будет вернуться к лифту и спуститься на третий этаж. А, тут ещё комнаты. Тут ещё несколько комнат. Я думал, вот это вот последняя, как бы, типа, эта стенка. Так, значит, тут ещё несколько комнат. Так, что у вас? У вас гранаты. Вот видите, тут очень много гранат. Значит, мне сейчас нужно будет брать гранаты и закидывать ими роботов. Но это очень тяжело будет. Ой, это что такое? Класт-взрывчатка. Я это всё, конечно же, себе беру. Если влезет. Не влезает. Максимальный вес. Максимальный вес. Офигеть. Плазменная граната. Офигеть. Ладно, это мы ещё вернёмся. Это мы ещё залутаем. Это мы ещё всё с собой возьмём. Вы получили большую дозу радиации. Погодите. У меня от этого есть антирадин. У меня антирадин есть от такого. Он меня должен спасать от этого. Тут ничего нет. Тут просто... Стулья. Блин, вы получаете большую дозу радиации. Это, видимо, от того, что я с этой дыркой бегаю рядом. Возможно, из-за этого. Вот тут что-то лежит. Крутая облучённая крыса. Почему крутая? Потому что её скрутило, как яйцо. О, это что? Максимальный вес, блин. Блин, блинский блин. Блинский блин. Что это? Ладно, это давай отдаём тебе. Это нам не нужно. Мы уже запись просмотрели. А карточку забираем себе. Карточку забираем себе. Но у крысы ничего нет. У крысы ничего нету. Так, и что тут у нас? Тут вроде бы тоже ничего нет. Интересно, тут просто комната. Просто комната. Я закрыл дверь. Да, я закрыл дверь. Просто комната, в которой ничего нет. Ладно, идём дальше. Спускаемся на этаж ниже. Какой у меня максимальный вес? 150. Это фигово. Это очень даже фигово. Блин, у меня очень много алкоголя, но... Мне бы его выкинуть. Он ведь вообще не нужен, по идее, да? Давайте тогда эту штуку возьмём. Она всё-таки может быть полезной. Вдруг братство действительно посылало меня за ней. Её берём себе. Алкоголь отдаём этому бедолаге. Вдруг она ещё ему пригодится. Это забираем с собой. И вес у меня 147. Следующих врагов, которые попадутся на нашем поле, по пути мы закидаем гранатами и взрывчатками. Так, но для начала берём динамит. Мы уже не можем его брать. Это фигово. Не можем мы его уже брать. Это топливо для огнемёта. Плазменную гранату тоже забираем. 148. Блин. Вот просто максимальный вес. Просто максимальный вес. Давай, беги сюда. Девушка, бегите сюда. Большую дозу радиации мы получаем. Большую дозу радиации. Хотя динамит и топливо для огнемёта это не так уж важно. Можно вовсе и не возвращаться за этим. Всё равно, пока будем ходить, бегать, ещё встретим это. Так, сохраняемся. На восьмёрке сохраняемся. И идём дальше. Смотрим, что ждёт нас теперь. Ай, стопе, стопе, я понял. Я понял, в чём моя ошибка. Где этот красный-то пропуск? Вот он. Тут нужен красный пропуск. Если там нужен был жёлтый, то здесь нужен красный. Эй, в смысле это ничего вам не даёт? Значит, тут снова нужен жёлтый? Так, погодите. Значит, тут снова нужен жёлтый. Да, тут, видимо, жёлтым. А красным пропуском делать что-то другое надо. Поехали. На третий этаж. Варнинг. Так, что же здесь? И что же ждёт нас тут? Вот тут вот опять роботы. Но у меня такое чувство, что они уже будут в движении. Эти роботы уже в движении будут. Поэтому давайте-ка заранее берём оружку. Там динамит, гранаты и прочее. Динамит, гранаты и прочее. Вот это вот берём. Она неплохо так очередью, очередью убивает всех этих роботов. А гранаты-то у меня где? Пять гранат. Пять гранат и всё, да? Пять гранат, одна плазменная и один динамит. Динамит. Подойдём вот сюда. Так, тут у нас ничего нет. Тут стул. Да, тут просто стульчик стоит. Смотрим. Электропитание отключено. Ну тут-то может я смогу включить? Ошибка, ошибка, ошибка. Блин. Вот. Никак не получается включить. Никак не получается включить. Ну что ж. Сохраняемся. Сохраняемся. И. Идём зачищать это место от роботов. Ээээ. Встановить таймер. Эээ. Стопэ. Я не готов к такому. Мне таймер не нужен. Мне нужны просто гранаты. Мне просто нужны гранаты. Да, они все живые. Эти роботы тоже живые. Значит, открываем дверь. Открываем дверь. Берём другое оружие и входим. Интересно, я могу говорить с этими роботами? Давайте попробуем поговорить с ними. Нет, я не могу с ними говорить. Говорить с ними нельзя. Ну, значит, расстреливаем их. Значит, просто их расстреливаем. Да мне бы... Мне бы очередью... Мне бы желательно очередью их убивать. Причём вот этого желательно. Желательно вот этого. Так, ход. Атакован главный корпус. Коррекция. Но они не встают. Они не встают и ничего не делают. Всё, патроны кончились, да? Видимо, патроны у меня кончились. Нет, он ещё жив. И патроны у меня ещё есть. Или... Не, всё, кончились боеприпасы. Раз кончились, значит, это оружие можно выкидывать, но мне больше не нужно. Но мне больше не нужно. И можно брать что-нибудь другое. Например... Даже не знаю что. Ну, дробовик хотя бы. Хотя бы дробовик. Давай. Это единица атакована. Это единица атакована. Так, одного робота убили. Хорошо. Одного робота убили. Так, надо перезаряжаться. Нужно постоянно перезаряжаться. Не хватает очков действия. Ох. Сторожевой робот умирает. Сейчас этого будем расстреливать. А нельзя из дробовика сразу в голову ему стрелять. Удар, который наносит... Небольшой урон по корпусу. Некоторый урон. Что значит некоторый? Ладно, если бы... Действительно, как я прочитал, небольшой. Что значит некоторый? Эх, не хватает. Атакован главный корпус. Когда же он умрет? Какой злой робот. Вернее, не злой. Плохо, что у них жизни очень много. У них очень много жизней, и поэтому их фиг расстреляешь. Вот если бы они были живыми, это бы вообще... Это бы вообще был бы геморрой. Брзз. Незначительное повреждение. Давайте ближе к нему подойдем. В упор. Подойдем к нему в упор. Не хватает очков действия. Давай умирай скорее. Умирай скорее, робот. Прекрасно, он умер. Так, перезарядились. Теперь расстреливаем этого. Я их расстреливаю не для того, чтобы... Скажем так, опыт набрать. За них вроде бы вообще опыта не дают. Я, кажется, понимаю, что к чему. Тут ведь нужно, как бы, питание включить. А вдруг, если питание тут включится, да? Тут будет какой-нибудь компьютер, с помощью которого все-таки можно включить питание, да? И эти роботы встанут, и будут ходить потом убивать меня. Так что заранее лучше перестраховаться и самому убить всех этих роботов. Лучше уж заранее так сделать. 950 опыта. Прекрасно. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Так, значит, сохраняемся. О, тут какие-то полки. Полки, там еще двери. И вот здесь-то, главное, нету этого ядерного удара. О, тут еще один лифт. Тут еще один лифт. Правда, куда идти мне сейчас, я не знаю. Куда же мне идти сейчас? Вау, полегче. Это что было? Это ловушка какая-то. Полки. Вы видите, полки. Давайте-ка не будем сюда заходить. Тут очень много ловушек. Ловушек. Не люблю, не люблю, короче, такие ловушки. Так. Тут обязательно нужно будет к лифту идти. Но для начала, чтобы... Хотя нет, тут тоже ничего интересного нет. Поэтому сразу же идем в эту комнату. Здесь наверняка будут ящики. А эти ящики обязательно нужно будет открыть. А мы их открываем. В этих ящиках могут быть какие-нибудь полезные вещи. Которые я, естественно, с собой не смогу взять. Ибо у меня веса очень много. 139. Поэтому давайте-ка жрем. Жрем. Вообще все лишнее надо убирать. У меня вот патронов от Магнума есть такие, есть такие. В чем разница? 0,44. Оболочечные. Полуоболочечные. Эти, короче, весят больше. Потому что их 0,262. 2 фунта. 2 фунта. 87. 2 фунта. 1 фунт. Полуоболочечные, короче, весят меньше. Видимо, нужно избавляться от этих патронов. Не знаю, почему так. Либо ядер колу. Просто... Сколько весишь ядер колы? Она, наверное, вообще нифига не весит. Она, наверное, нифига не весит. В общем, входим. И что у нас здесь ждет? Так, таблетки и полезные штуки. Вы видите, вытяжка. Какая вытяжка? Это называется вытяжка? Так, от травм аптечка и опять же эта штучка. Тут как бы аптечка делится на два типа. Для увеличения здоровья и лучевая болезнь. Ну, конечно, как же без нее? Надо эту лучевую болезнь лечить. А лечить ее нужно антирадином. Так и знал, что я ее заработаю. Потому что тут все в радиации. Тут все в радиации. Это что за патроны? 14-миллиметровые бронебойные. Можно, конечно, взять, но нафиг они мне нужны. Но нафиг они мне нужны. 10-миллиметровые. Ладно, давайте 14-миллиметровые возьмем. Может быть, там еще будет пистолет. Какой-нибудь. О! Офигеть! Да что? Что это за патроны? 5-миллиметровые бронебойные. Так, это значит берем. Обязательно берем. Это от Магнума. Полуоболочные. Берем. Это батарейки? Я так понял, да? Да, это батарейки для лазерных пистолетов. Это все берем. Вот эти 0-23. Я думаю, мне они не нужны. Но если что, я их выкину. Если что, я их выкину. Все равно я таким оружием уже не пользуюсь. И обязательно давайте антирадин применим. Так, это для чего? Это просто стероиды. Но мне-то нужен антирадин. Так, и что? Нет, лучевая болезнь все еще осталась. Она у меня все еще осталась. Она все еще у меня есть. Это фигово. Я ведь из-за нее просто сдохнуть могу. Так, у меня теперь есть патроны вот от этого пистолета. Но это пистолет. А ведь эти патроны еще можно применять для более хороших пушек, скажем так. Еще я нашел патроны для того ружьишка, который я выкинул. Сказал, что оно мне больше не нужно. Но, возможно, придется его вернуть себе. Так, это все открываем. Открываем, сохраняемся. Так, и теперь, наверное, желтым пропуском опять. Либо желтым, либо красным. Либо желтым, либо красным. Одним из них. Давайте попробуем желтым опять. Это ничего не даст. А тут, значит, пропуск-то и не нужен. А нет, нужен. Тут нужен красный. А, тут, видимо, нарисовано. Видите, тут красное, а там, наверное, желтое было, да? Тут уже не видно. Ну, по крайней мере, понятно. Понятно, как это различать. Входим в лифт. Давай, входи. О, тут есть третий, четвертый и шестой этаж. Это я сейчас на третьем? Да, это я сейчас на третьем. А мы на четвертый едем. А где пятый этаж? Тут есть четвертый и шестой, а где пятый? Или погодите, там и было написано пятый, просто мне показалось. Так, мне, видимо, надо к этому реактору подойти. Это какой-то реактор, и он светится, как видите. Прям турбина какая-то. Это надо будет все активировать. Но, опять же, но, тут роботы. И их нужно расстрелять заранее. Их заранее надо расстрелять. Иначе они расстреляют меня. Можно, конечно, сохраниться, скажем так. И попробовать закидать их гранатами. И попробовать закидать их гранатами. Так, идем вперед. Мы идем вперед. Ну и смотрим, что эти роботы делают. Да, в принципе, ничего они не делают. Я понял, они, короче, ничего делать не будут до того момента, пока я не включу этот реактор. Поэтому лучше их все-таки заранее расстрелять. Лучше уж их я заранее расстреляю. Давайте взрывчатку тут применим. Установим тут взрывчатку. Надо все-таки от нее избавиться. Надо все-таки от нее избавиться. Так, это все перезаряжаем. Так, перезаряжаем. Дробовик тоже там перезарядим. Где он там у нас? Да, мы, по-моему, вообще из него достали патроны. Ну, таймер давай. Полминуты. Полминуты. Как тут настраивать? 30 секунд. Стоп, а как это активировать во врага? Стоп, как это выкинуть? Прекрасно. Прекрасно, это было лучшее это. Как это выкинуть? Стойте, стойте, стойте. Как ее выкидывать? Я понимаю, как ее активировать, но как ее выкидывать? Как ее выкидывать? Она же не выкидывается, как это. Как граната, допустим. Вот для чего нужны сохранения. Я же говорю, тут 3, 4, 6. Пятый этаж где-то отдельно. Вот он, пятый этаж. Здесь, наверное, будет, потому что тут тоже лифт. Стойте, давайте еще раз. Давайте еще раз заранее откроем дверь, чтобы убежать. Заранее сохраняемся, чтобы оттуда уже сюда не бегать, на случай фейла. И берем динамит. Вот только этот динамит. Давайте уже поставим на одну минуту. Потому что одну минуту я буду пытаться его... Да. И теперь надо как-то это выкинуть. Все, я это выкинул. И оно теперь лежит здесь. Посмотрим, взорвется это или нет. А тут вроде бы шкафчик. Да, шкафчик. Ну, значит, открываем. Что это? Гранатомет, офигеть. Я не могу это брать. Блин, но мне нужно гранатомет взять. Мне нужно взять гранатомет. Так. Надеюсь, оно там взорвется без меня. Мне нужно взять гранатомет. Или сначала лучше этих расстрелять, закидать. Так, давайте-ка возьмем оружие. Магнум, прочее. 145 вес. Гранатомет, наверное, весит где-то 20. Офигеть. Где-то 20 весит гранатомет, наверное. Динамит что-то не взрывается. Но, по идее, должен потом взорваться он. Так, что здесь? Тут тоже ящики-ящики. Открывайтесь. Офигеть, сколько полезного. Офигеть, сколько полезного. Надо это все брать с собой. Это все нужно брать с собой. Но у меня максимальный вес. Что же я должен выложить? Может быть, патроны? Патроны, динамит. Вот эти вот мне не нужны. Так, эти мне не нужны, поэтому все выкладываем. Берем это. 146 без этих патронов. Без этих 146. Эти... Сколько весят? Один фунт. Два фунта. Два фунта. Гранаты тяжелые. Эти тяжелые патроны, блин, которые я даже не использую. Эту надо прочитать, книгу скаута. Или что это? Электроника. Ой. Это надо срочно прочитать. Я не могу использовать это во время боя, ну... Как так-то? Очков действия недостаточно. Когда там динамит-то взорвется? Минута, по идее, уже давно прошла. Или это обязательно должно быть в моих руках? Что это? Импульсивная граната. Офигеть. Сколько полезных вещей. Еще патроны. Еще патроны. Я думаю, пора с Магнума уже на что-то более серьезное переходить. На более... На более мощные пушки. То есть можно будет смело все патроны от Магнума продавать. Да, можно будет смело все патроны от Магнума продавать. Так. Давайте для начала убьем этих роботов. Они меня немного бесят. Прекрасно. А чего так долго-то? Чего так долго-то? Давайте постреляем их из дробовика, из Магнума, из чего-нибудь. Я думаю, ядер колу, вот, она мне вообще не нужна, ей не пользуюсь. Ничего не происходит от ядер колы. Прекрасно. Значит, ее просто выкидываем. А она вообще веса. У нее нет веса, у ядер колы. У ядер колы нет никакого веса. Ее можно что носить, что не носить. Так, это все расстреливаем, расстреливаем. Теряет здоровье. Или легче из этого расстрелять. Из пистолета, чтобы патроны быстрее потратить. А потом мы уже будем с базукой ходить и гранатами. Промах, промах. Удар в корпус. Давай расстреливай скорее. Кончились боеприпасы, это не беда. Это не беда. Теряет здоровье то по 5, то по 3. Сейчас мы их всех так расстреляем. Патроны, наверное, от Магнума можно будет выкинуть. Но главное взять базуку. Главное взять базуку. Она самая важная. Базука и ракеты. Боеприпасы кончились. Так, этот умер. А, не все умерли. Их можно полутать? В этом ничего нет. В этом, наверное, что-то есть. Ура, у меня новый уровень. Так, вот есть эта винтовка. Есть эта винтовка. И у меня от нее как раз есть боеприпасы. Хорошо. Используем. Но, блин, у меня уже максимальный вес. Я не могу это тащить. Что ж за дичь-то такая? Так, уровень. Давайте сохранимся и прокачаемся. Да, это все мы перезаписываем. Пип. Характеристики. Так, очки. Легкое, тяжелое, энергетическое оружие. Надо науку, ремонт, красноречие прокачивать. Вот это вот все такое надо прокачивать нам. Давайте прокачаем. Ремонт на 10. Ремонт на 10 прокачаем. Так. Жалко, вот эти вот нельзя прокачивать. Карма. Расскорпионы, супермутанты, собаки, роботы. Собаки. Я не хотел убивать ту собаку. Она сама. 12 роботов. Расскорпион 19. Мужчин 20. Хрис 88. 6 женщин. 2 гуля. 6 богомолов. Особности. Прилежный ученик. Трельба на вскидку. Добрый враг. Так, может быть это добрый враг действует, поэтому роботы не хотят меня убить. Может быть. Шанс на критический. Класс брони 17. Скорость восприятия или восстановления. И, наверное, давать тяжелое оружие. У меня ведь теперь базука появилась. Так, а эти два очка, наверное, оставим. Или взлом. Кражу взлом. Взлом может быть. Доктор. Метание. Красноречие. Короче, оставим пока что. Не знаю, что мне толком прокачивать надо. Пока что непонятно, что мне надо толком прокачивать. Так, электроника Дина. Я получаю большую дозу радиации. Прекрасно. Это что-то мне дает. Наука. Ремонт. О, еще плюс 5. Еще плюс 5 ремонта. Хорошо. Или я прокачал до 55. Так, что-то я туплю. Чего вы потеряли 50 тег. Уровень облучения вы потеряли 75 тег облучения. Текущего облучения. Подождите, что? Надо срочно антирадин принять, короче. Хрен знает, что происходит со мной. Надо срочно его принять. Так, базуку. Надо взять ее. Любым способом надо ее взять. Да блин, не закрывать шкаф, а открыть. Запихать в себя ее любым способом. Вот эти вот патроны тяжелые. Давайте их все сюда. Так, а эти сюда. Или наоборот, вот эти вот от... Вот эти, короче, сюда убираем. Сюда. То сюда. Эти-то нам не нужны. Их слишком много. Тем более, иглом мы много пользоваться уже не будем. Так, хорошо. Сколько вес? 148. Возможно, что-нибудь еще я смогу тут поднять. Возможно, но это не точно. Так, вот. У нас... Что у нас не нужно? Как ты лимол, этого гранаты? Это надо все использовать. Но я пока что приберегаю это для более сильных противников. Гранаты. Как это заюзать? Сканер. Я его заюзал? Или нет? Из панели интерфейса это можно использовать. Ну давай попробуем. Ну давай попробуем. Вы проводите счетчиком гигера по своему телу. На экране высвечивается 1340. Наверное, это много. Я так понимаю, это очень много. Так, а что здесь? Да не надо шкафчик закрывать. Надо наоборот его открыть и получить все эти ракеты. Всеми возможными способами. Это... Аптечка первой помощи. Аптечка первой помощи. Это что? Супер стимулятор. Баф-аут. Сколько-то он, интересно, весит. Надо что-то ненужное сюда, короче, положить. А из ненужного у меня только вот эти 14-миллиметровые патроны. 14-миллиметровые. Я ведь 14-миллиметровыми все равно пользоваться не буду. Давайте, короче, их сюда положим. Ракеты возьмем. Максимальный вес, е-мое. 147. Офигеть. Что ж у меня такое тяжелое-то? Да ладно, плевать. Плевать потом возьмем. Может быть, это активируем? Или для начала на этот уровень спустимся? Да, я так же предлагаю. Давайте сначала спустимся на этот уровень. Для начала. Ржавую, но прочную дверь. Так, недостаточно, короче, энергии. Чтобы спуститься, нужно включить генератор. Вот этот вот генератор надо перезагрузить. Тут какие-то капсулы, в них ничего нет. Жидкостный резервуар. Сломанный жидкостный резервуар. Я думаю, эти двери можно и не открывать. Там нет ничего полезного. Вот тут какие-то компьютеры, пленки. Это надо все посмотреть. Тут вроде туалетные кабинки, что ли. Или оборудование какое-то. Непонятно. О, вот тут шкафчики. Это обязательно заглянуть надо. Включаем. Чем могу быть полезен? Кто или что ты? Хочешь сыграть партию в шахматы? Доступ к центральному компьютеру. Доступ закрыт. Выход из системы. А почему он закрыт? Объясни мне. Так, расскажи мне об этой установке. База Вест-Тест. Частная компания, основанная в 2002 году для поставок оборудования по заказам правительства США. Изначально компания стояла из двух подразделений. Центр спецоборудования и Центр комбинических технологий. В 1069-м Вест-Тест стала крупнейшим порядочным правительством США. Так, пехотные брони, ТР. Так, ну... Как включить-то? Кто или что ты? Я искусственный интеллект, созданный для проведения исследований и управления комплексом. Меня зовут ЗАГС. Каких исследований? Я специально запрограммирован для исследований в области биологии, включая патологии и генетические разработки. Моя первичная функция заключается в экстраполяции информации уровня сложности. Кто запрограммировал тебя? Моя первичная нейронная организация инициализировалась в 2053 году. Джастином Ли. Процесс программирования стал в значительной степени ненужным, поскольку я самообучающаяся система. А как с ним поговорить-то? Может быть, надо что-то типа... Науку применить? Вам не удается ничего узнать. А у меня вроде бы вот такие вот инструменты были. Может быть, с их помощью это надо делать? Или вот на эту... Большой компьютер. Интеллект, который управляет свечением. Может быть, вот это надо делать? Это ничего не дает. Погодите, надо же как-то это включить. Верно? Вам не удается ничего узнать. Так. Может быть, это на шестом этаже включается, а не на этом? Там есть же еще шестой этаж. Возможно, надо на шестой этаж сходить. Так, давайте зайдем сюда. И откроем ящички. В этих ящичках, конечно же, опять будут полезные плюшки-штучки, которые я не смогу себе взять. Ну, естественно. Ну, естественно. Все эти ракеты и прочее. Лом, винтовка. Почему нельзя эту винтовку разрядить? У меня было бы больше патронов. Броня, какие-то книги. Это все мы берем с собой. Вот видите, тут тоже есть такая штука. Офигеть, у меня настолько максимальный вес, что я не могу брать книги. Настолько максимальный вес. Читаем книгу. И смотрим, короче, что у меня по науке, по электронике. 59, да, но поднимается. Потихоньку, но поднимается. Это очень даже хорошо. Надеюсь, это навсегда, а не временно. Я еще за этим вернусь. Я еще вернусь сюда. Теперь надо подойти к этому мертвому парню и посмотреть, что есть у него. У него тоже может быть что-то полезное. Это просто компьютер, и вряд ли в этих компьютерах что-то будет. Там, где пишут, это компьютер, там вообще взаимодействовать нельзя никак. Это я уже понял. Это чего? Синий пропуск. Его тоже с собой берем. Мы его тоже берем с собой. А что в этой комнате может быть? В комнате с капсулами. Ничего нет. Ладно, значит, нам теперь нужно идти на шестой этаж. И на шестом этаже что-нибудь донайти. Скорее всего, на шестом этаже будет генератор, который позволит запустить лифт. И вот эту вот штуку. Хотя она, по идее, и так работает. Да блин. Я забыл, что это открывается красным пропуском. Сейчас нужно красный пропуск брать еще. Ой. У меня 61 здоровье. Прекрасно. Тут без пропуска, короче, никак не пройдешь. Что этаж? Тут пятый этаж отдельно. Так, что мы здесь видим? Вот. Вот это место. Это просто очевидно. Оно даже подсвечено. Как бы намекает, что подойди ко мне и включи меня. Ммм, тут еще и роботы. Тут еще и роботы. Сколько тут роботов? Давайте для начала... Может, для начала с роботами разберемся? Сейчас, опять же, провожусь с ними полдня. Сохранимся, конечно же. Конечно же, сохранимся. Как же без сохранения? Ну чё? Ну чё, уроды? Вы живые или мертвые? Походу вы живые, но вы не можете подниматься, как и прочие роботы. Это меня радует. Тут еще один лифт есть. Интересно, куда он ведет? Куда он может везти? Бои припасы закончились. Я сейчас, короче, хочу весь магнум растратить и просто его выкинуть, чтобы он не мешался. Он мешается, мне место занимает, а я буду дураться с помощью дробовика и гранат с другими врагами. Удар в корпус, значит внутренний ремонт. Я тебе сейчас начну ремонт, блин. Наружней. Наружней. Ха-ха. Снаружи я тебя отремонтирую, собака. Получай. Незначительные повреждения. А это значительные? Сейчас будут значительные? Да блин, боеприпасы. А как тебе такое? Видимо, это были уже значительные. Так, давайте этого тоже убиваем. Короче, чем больше у меня... Вернее, чем меньше у меня боеприпасов, тем мне на руку. Тем больше я смогу унести. Это, конечно, звучит абсурдно, но так и есть. Я ведь гранатами теперь взрывчаткой буду убивать врагов. Вам не хватает четырех очков действия. Да плевать на эти действия. Главное, роботов убить. У меня теперь гранаты, взрывчатка, гранатомет. Это же вообще зашибись. Это же вообще зашибись. Так, стражевой робот умирает. Хорошо. В этом ничего нет. А в этом... В этом что-то есть. О! Винтовка. Снайперская винтовка. Блин, я ж не могу ее брать. Ну, блин. А куда ведет этот вход? Ржавую, но прочную дверь. Похоже, ему недостаточно электричества. Ну, понятно, понятно. И это электричество нужно врубать именно здесь. Надо еще все эти тела посмотреть. Надо еще все эти тела посмотреть. Некто в силовой броне. Это все-таки силовая броня, но она настолько сожжена, что уже не похожа на силовую. Она просто в прах превратилась. Ну, пистолет. Такое меня уже не интересует. Меня не интересуют ни пистолеты, ни... Ни ножи. Мне теперь какое-нибудь особое оружие подавай. Я вон даже Диггл хочу уже выкинуть. О, батарейки. Вот это мне нужно. Батареечки приветствуются. Так, тут тоже какое-то тело. Убежище, вы видите дверь. Сейчас давайте закончим тем, что запустим генератор. А то мы уже довольно долго бегаем по этой кромешной тьме. Еще один лазерный пистолет. А у меня вроде бы уже есть такой. У меня точно такой же, да? Да, у меня точно такой же. Ну, значит он мне не нужен. Еще один точно такой же мне не нужен. Опять же будет лишний вес. Тем более патронов на него очень мало. Ладно, если бы у меня было дофига патронов этих батареек. Я бы взял второй. Но нафига мне один-то? Вы видите, крестьянин, патроны. Это вот опять от Магнума. Эти берем. На Магнум не нужен он мне. Не нужен мне Магнум. Можно вообще, кстати, Магнум сейчас выкинуть. Он мне просто не нужен. Вот, убираем его. И в этого чувака запихиваем. Хоть какое-то место будет для боеприпасов. Хоть какое-то место для боеприпасов будет. То есть для ракет, которые я потом подберу. 137. У меня, если что, дробовик все равно есть. Он тоже неплохо так сносит. Заходим вот сюда. Наверное, сейчас нужно применить какой-нибудь навык. Например, наука или ремонт. Что-то из этого. Электропитание. Опять то же самое. Основное. Шибко, шибко, шибко. Выход. Так, а если посмотреть... Генераторы выключены. Интересно, сможете ли вы их починить? А! Их, видимо, просто починить надо. Может, надо взять в руки инструмент. Инструмент. Я так думаю, этот инструмент помогает чинить. Давайте, пробуем. О! Вы запускаете генераторы, и все системы включаются. Вы получаете тысячу единиц опыта. Прекрасно. Запускаем. Запускаем. Основной источник питания. Все, мы запустили. О, как светло-то стало. Как же стало светло. Теперь тут можно спокойно бегать, прямо как в нашем убежище. Можно просто бегать. Эти компьютеры не работают. Тут еще, кстати, труп какой-то. А, я вроде бы его тоже лутал. Я ведь оба этих трупов лутал, да? А то я спутал эту комнату с этой. Я подумал, что тут один лежит, а их оказывается двое. Да, это тот самый, где пистолет. Ну все. Теперь можно спускаться и на пятый этаж, и... Туда, обратно, к этому. Надеюсь, с роботами мне сейчас не придется драться. Это ничего не дает. Так, винтовку. Винтовку себе забираем. Она очень важна для нас. Как оружие. Интересно, чем она стреляет. Винтовка. 0,223. Блин, это те самые патроны, которые я выкинул. Ладно, мы их, короче, вернем себе. Придется их себе вернуть. 0,223. Но урон-то у нее 434. Это же вообще офигеть. Что ж, я предлагаю на этом закончить. На этом серию закончить. А следующая серия будет уже потом. В общем, остановились мы на том, что включили генератор. С вами был Леар, уничтожитель бесполезных роботов и прочего мусора. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.